В США стартовали выборы 47-го президента США. На пост главы государства претендует демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп. Согласно последним опросам, разница между кандидатами всего несколько процентов. Оба идут, что называется, ноздря в ноздрю. Из-за разницы во времени окончательные результаты выборов станут известны лишь поздно ночью. Анна Расюмбаева расскажет о ходе голосования. Голосуют не только в самой Америке, но и за ее пределами. Пусть даже номинально. Уже много лет, каждые 4 года, американцы в Париже приходят в бар Харрис Нью-Йорк, чтобы проголосовать на имитационных выборах. Достаточно лишь предъявить американский паспорт. Граждане США понимают, на кону американская демократия. Вы уже видели, что произошло, когда Дональд Трамп был президентом в прошлый раз. Это восстание, когда люди штурмовали здание Капитолия. Это было действительно отвратительное зрелище, которое останется в истории Америки. И мы просто не хотим снова переживать этот опыт. Я считаю, что выборы имеют решающее значение не только для Соединенных Штатов, но и для всего мира, потому что они покажут всем, насколько сильной может быть демократия. На американскую демократию, похоже, надеются не только в самой Америке. К примеру, в Ливане рассчитывают, что новый президент США приложит усилия к окончанию военных действий в их стране. Слово о Трамп в одном из своих предвыборных мероприятий, выступая перед арабо-американской общиной, пообещал положить конец конфликту на Ближнем Востоке. Правда, не уточнил, как именно это сделать. Но ливанцы верят. Выборы в США окажут большое влияние на ситуацию здесь, в Ливане, поскольку между Америкой и Израилем есть тесные связи. Трамп сказал, что может остановить войну в Ливане, и он будет работать над этим и добиваться мира на Ближнем Востоке. Даст Бог, это будет хорошо. Они говорят, что если Трамп победит, он ослабит удары по Ливану. Если это произойдет, мы будем благодарны. Между кандидатами Камалой Харрис и Дональдом Трампом всего несколько процентов разницы. Оба идут, что называется, ноздря в ноздрю. Напряжение витает в воздухе. Для американцев выборы что-то вроде праздника. Как его встретишь, так и пройдут последующие четыре года. Оба кандидата пока хранят молчание. Все, что можно было сказать или пообещать, сделано. Остается лишь ждать. Дональд Трамп Окончательные результаты выборов станут известны лишь поздно ночью. Анара Сембаева, Astana Times.